Не совсем обычный выездной стройчас провел глава Щелковского района Алексей Валов. Ход работ на главных объектах благоустройства этого года он продемонстрировал главному архитектору Московской области Михаилу Хайкину. Завершается реконструкция сквера Пушкина с новым уникальным для города плоскостным фонтаном, имя которому сейчас выбирают жители на ресурсах администрации района в соцсетях. Также в сквере будут высажены взрослые деревья, которые закончат картину его благоустройства. Вместе с главой, подрядчиками, архитекторами и проектировщиками Михаил Хайкин прогулялся по линии будущей набережной вдоль улицы Шмидта. На данный момент здесь ведется перекладка инженерных сетей, после завершения которой можно будет приступать к благоустройству. По словам автора концепции набережной Алексея Воробьева, здесь постарались максимально сохранить существующие зеленые насаждения. Представитель глав архитектуры дал по набережной ряд поручений. Через переход под старым мостом набережная на Шмидте будет соединена с новым променадом напротив городского рынка. Здесь рабочие также готовят объект благоустройства к скорому открытию. Алексей Валов рассказал Михаилу Хайкину, как будет выглядеть вся прогулочная пешеходная зона на берегах Клязьма. Здесь набережная Саровского, если перейти через мост, там у нас набережная юности, тоже в законченном варианте сделана. Плюс наверху у нас площадка выставки, площадка военной техники, и здесь достаточно сильная зона протяжения. Если по парку у нас в выходные дни проходят до 10 тысяч народов, то вместе с этим, представляем, у нас будет где-то порядка 25 тысяч народов будет выходные дни находиться на этой зоне общественного протяжения. Это большая цифра. Главный архитектор области в целом высоко оценил масштабы по формированию общественных пространств, которые взял на себя и успешно реализует Щелковский район. Сквер уже завершающей стадии, вы видели, вы уже все смотрели, достаточно удачно сделанная работа, и действительно он востребован среди жителей. Что касается набережной, это проект действительно масштабный, и он и в масштабах области очень такой мощный получается. Сейчас идут подготовительные работы, в ближайшее время приступят уже к непосредственно организации свай. Более того, в составе проекта будет предложен коллектор, что тоже очень правильно с точки зрения вообще жизни на будущем. Проект действительно очень важный, важный для жителей. Жители действительно долго ждали эту территорию, много обсуждений провели. Губернаторская программа «Комфортная городская среда» в том или ином масштабе реализуется во всех муниципалитетах Подмосковья. Михаил Хайкин признался, что с удовольствием приезжает к нам и видит, как преображается Щелково. В соответствии с поручением губернатора Московского, у нас очень большая программа по благоустройству идет. И федералы нам помогают, у нас федеральные деньги тоже для этого. Но проектов много, и нужно, чтобы действительно каждый из них был жемчужиной, там, у города, где он делается, и в целом улучшал нашу Подмосковью. В рамках строительного часа Алексей Валов посетил стройплощадку в Медвежьих озерах, где возводится пристройка к действующей школе. Необходимое количество стройматериала поступает своевременно, рабочих также хватает. Администрация района оказывает всю необходимую помощь подрядной организации, чтобы возведение важнейшего для района социального объекта шло без перебоев. Все, что у нас сейчас делается, это по плану Андрея Юрьевича, конечно. Он очень трепетно относится к Щелковскому району, городском постели Щелкова. Он постоянно вопрос задает, как там у вас дела идут по благоустройству, как там дела у вас пойдут по строительству моста. Я всегда отчитываюсь и считаю, что губернатор нашей работы доволен. Еще один объект в сельском поселении Медвежьей озерской остается на контроле районных властей. Речь о ЖК Восточная Европа. Связанные с ним проблемные вопросы обсудили на совещании в рамках стройчаса. Первоначальный застройщик жилого комплекса понял, что переоценил свои возможности и продал объект. У нового застройщика возможности выполнить взятые обязательства еще скромнее. Возникли проблемы со сдачей трех домов. К ним до сих пор не подведены ресурсы, главный из которых – газ. Росреестр не регистрирует право собственности на участок под трассу газопровода. Сегодня буду встречаться с соответствующим должным лицом стрекопалата для того, чтобы ускорить этот процесс. Но мы понимаем, что там достаточно будет сложная схема доведения ситуации и выравнивания ситуации до нормативной. Ну, будем держать на контроле. Район также ставит жесткие условия по строительству в Восточной Европе запланированных социальных объектов – школы и детсадов. Требует или начинать строить, или передавать земельный участок в муниципалитет для дальнейшего вхождения в госпрограмму.